Барвинкова Светлана Андреевна из Тайшетской районной больницы. Вопрос. Основные показатели коагулограммы, их интерпретация, коррекция перед проведением химиотерапии, профилактика и лечение тромбозов у онкологических пациентов. И отвечает на вопрос Никита Александрович Казявин. Он врач-терапевт и заведует отделом, одним из наших амбулаторных отделов онкологической помощи, имени Петрова. Доброе утро, глубоко уважаемые коллеги, уважаемый президиум. Вчера мы начали вопросы сопроводительной терапии, вчера был у меня доклад, посвященный артериальной гипертензии, а сегодня я хотел бы, пользуясь случаем, рассказать про венозные тромбоэмболические осложнения в онкологии. И мы кратенько разберем основные параметры гемостаза, тесты, которые позволяют его оценить, профилактику и лечение венозных тромбоэмболических осложнений у онкологических пациентов при проведении химиотерапии. И говоря о физиологии, повторим немножечко основные моменты, которые касаются физиологии. Гемостаз – это уникальная защитная функция организма, основное значение, которое заключается в том, что кровь сохраняется в жидком состоянии и предупреждается и останавливается возникающие кровотечения. Гемостаз условно разделяется на два звена. Это первичный гемостаз, который представлен реакцией стенки кровеносного сосуда на повреждения, тромбоцитарные реакции и вторичный гемостаз, который представлен различными системами, которые в основном находятся в плазме. Основное значение имеет коагуляционная или свертывающая система в сыворотке крови, постоянно присутствуют физиологические антикоагулянты и имеется фибринолитическая система, которая участвует в растворении образовавшихся тромбов. Если мы говорим о первичном или сосудисто-тромбоцитарном гемостазе, то здесь первая реакция – это рефлекторный спазм кровеносных сосудов, который позволяет уменьшить объем кровотечения. Первым этапом происходит при помощи фактора Виллибранда взаимодействие тромбоцитов с эндотелием, с коллагеном поврежденного сосуда. Затем запускается механизм активации и секреции определенных медиаторов из тромбоцитов и происходит вторичная агрегация тромбоцитов между собой с образованием первичного или тромбоцитарного сгустка. Коагуляционный гемостаз представлен каскадом коагуляции, все, наверное, помнят еще с биохимией сложный путь, который проходит перед образованием вторичного сгустка. Принципиально он разделяется на три основных этапа. Первое – это образование так называемого тромбиназного комплекса, который происходит двумя путями. Внешним путем, когда происходит повреждение тканей и в мембране практически всех клеток присутствует так называемый тканевый фактор. Это мембранный белок, который взаимодействует с активированным седьмым фактором и этот комплекс участвует в активации десятого фактора. И внутренний путь – это путь, который происходит в результате повреждения эндотелия и происходит последовательная активация 12, 11, 9 факторов, которые приводят также к активации протромбиназного комплекса. И затем эти пути сходятся и образовавшийся протромбиназный комплекс, который состоит из пятого активированного фактора и десятого активированного фактора, участвует в активации протромбина, образуется тромбин, а тромбин, в свою очередь, участвует в образовании фибрина из фибриногена. И таким образом формируется сгусток. Также необходимо знать, что в сыворотке крови постоянно присутствуют антикоагулянты. Они бывают первичные, то есть это те вещества, которые постоянно циркулируют в плазме крови. Здесь основное значение имеет антитромбин-3, протеин-С, протеин-С, гепарины, тромбомодулины и вторичные физиологические антикоагулянты, которые представлены продуктами деградации фибрина, образующимися при фибринолизе, и другими веществами, которые образуются в процессе коагуляции, которые обладают тормозящим действием на факторы коагуляции. И также кратко посмотрим на фибринолитическую систему. Основная функция, которая заключается в лизисе образовавшегося тромба. Здесь центральное звено – это постоянно присутствующий в сыворотке плазминоген, который под воздействием различных активаторов превращается в плазмин. Аплазмин приводит к деградации фибрина с образованием так называемых продуктов деградации фибрина. Наиболее известным продуктом деградации фибрина является дедимер. Нормальный гемостаз – это жидкое состояние крови, отсутствие самопроизвольного тромбообразования. Это определенный баланс между различными факторами – прокоагулянтными, антикоагулянтными, фибринолитическими, антифибринолитическими. И это разделение на различные системы, оно в определенной степени условное. И эти факторы находятся под постоянным взаимодействием для того, чтобы поддерживался нормальный гемостаз. И какие же основные тесты существуют для оценки гемостаза и для оценки так называемого внешнего пути коагуляции, который реализуется при активации тканевого фактора, есть такой тест про тромбиновое время. Или его производный, про тромбиновый индекс, МНО. Что это за тест? Он проводится достаточно просто. Берется кровь обязательно в цитратную пробирку. Цитрат связывает имеющийся в сыворотке кальций. Кальций является активатором системы коагуляции. И без кальция в принципе невозможно свертывание крови. И затем последовательно в пробирку добавляется так называемый тромбопластин, который представляет из себя кальций, фосфолипидные мембраны. И добавляется тканевый фактор. И в результате запускается процесс коагуляции, интегральным показателем которого является тромбиновое время. То есть это время, когда формируется сгусток. Второй тест это активированное парциальное или частичное тромбопластиновое время. Которое представляет из себя, почему оно называется частичное или парциальное. Потому что в реактиве нет тканевого фактора, который является центральным в внешнем пути. И здесь добавляется только хлорид кальция и фосфолипидные мембраны. И активатор коалин, который приводит к запуску коагуляции по внутреннему пути. Тромбоцитарный гемостаз оценивается с помощью уровня тромбоцитов. Фибриноген, соответственно. И фибринолиз оценивается с помощью определения уровня дедимера. И рассмотрим кратко основные параметры и нормальные величины этих параметров. И критические изменения. Количество тромбоцитов в крови составляет 150-350 тысяч в одном микролитре. Здесь надо сказать, что критичным является снижение уровня тромбоцитов в менее 50 тысяч, когда резко возрастает возможность спонтанной кровоточивости. Этот показатель является критичным. Концентрация фибриногена составляет 2-4 грамма на литр. Здесь критично снижение менее 1 грамма на литр, когда плазма крови теряет способность к свертываемости. И протромбиновое время или его различные производные. Это международное нормализованное отношение протромбин по квику. Протромбиновое время – это показатель, который не имеет какой-то стандартизации определенной. И поэтому появился такой параметр, как международное нормализованное отношение. То есть это отношение протромбинового времени пациента к стандартному протромбиновому времени. Ну и здесь он составляет МНО 0,8-1,2 и критичное увеличение больше полутора. АЧТВ – результаты зависят от лаборатории. Среднее значение 25-37 секунд. И здесь имеется диагностическое значение увеличения в полтора-два раза. И дедимер. Уровень дедимера в сыворотке также зависит от лаборатории. Здесь принципиально просто его повышение выше референтных значений. И кратенько рассмотрим основные антикоагреганты и антикоагулянты. Антиагреганты, понятно, они воздействуют на тромбоцитарный гемостаз. Основные представители – это ацетилсалициловая кислота и клопедогрель. Антикоагулянты бывают прямые и непрямые. Ингибиторы тромбина активированного – это добигатран или продакса. Все этот препарат знают. Ингибиторы десятого и второго фактора – это нефракционированный гепарин, низкомолекулярные гепарины и прямые ингибиторы десятого активированного фактора. Это таблетированные препараты ревароксабан, апексабан и инъекционные фондопаринкус. И непрямые антикоагулянты – это антагонисты витамина К или варфарин. Как же действуют антитромбоцитарные препараты? Здесь принципиально то, что аспирин воздействует на циклооксигеназу, которая в свою очередь блокирует образование тромбоксана, который является мощным медиатором агрегации тромбоцитов. И клопедогрель блокирует АДФ-зависимую агрегацию тромбоцитов и таким образом также препятствует агрегации тромбоцитов между собой. И ингибирование десятого А фактора. Здесь основные представители – это гепарины, фондопаринукс и пероральные антикоагулянты ревароксабан, апексабан. Они воздействуют на основное звено каскада коагуляции, на активацию десятого фактора. И ингибиторы тромбина – это добегатран, и гепарины также воздействуют на тромбин, который превращает фибриноген в фибрин. И витаминозависимые антикоагулянты варфарины, они поэтому и называются непрямыми, потому что они напрямую не ингибируют факторы свертываемости крови, а снижают синтез в печени так называемых К-зависимых факторов. И какие же существуют тесты для контроля антикоагулянтной терапии? Это рутинные тесты, которые используются в постоянной клинической практике. Уровень тромбоцитов, МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время. И специальные исследования, которые в рутинной практике не применяются, используются по показаниям. Это уровень антитромбина 3, антиактивность 10 и 2 факторов. И как мы видим, на данной таблице представлены основные тесты и основные антикоагулянты, и какие изменения в коагуляции они вызывают. И мы видим, что только варфарин и нефракционированный гепарин используются МНО для контроля за терапией варфарином, а нефракционированный гепарин для контроля терапии им используются АЧТВ. Остальные тесты и лекарственные препараты не контролируются в обычной рутинной практике. И теперь перейдем, собственно говоря, к венозным тромбоэмболическим осложнениям. Мы знаем, что венозные тромбоэмболические осложнения – тромбоз подкожных вен, тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия легочных артерий. И все знают ряду Верхова при синдроме Труссо, из-за чего возникает у онкологических больных тромбоза – это замедление кровотока, гиперкоагуляция и повреждение сосудистой стенки. Гиперкоагуляция при онкологическом заболевании также возникает из-за многих факторов. Это и экспрессия избыточного количества тканевого фактора, ракового проагулянта – это различные цитокины и так далее. И насколько велика проблема? Все знают, все, наверное, в своей практике не расталкивались с тромбоэмболическими осложнениями. И считается, что около 10% пациентов с злокачественными новообразованиями в процессе лечения сталкиваются с венозными тромбоэмболиями. И чем опасны венозные тромбоэмболии? И всем известно, что развитие тела на фоне тромбоза глубоких вен – это жизнеугрожающее состояние. И в течение месяца после выявления тромбоза глубоких вен от тела умирает около 6% пациентов. Также важное значение имеет возникающие после тромбоэмболии легочной артерии посттромбоэмболическая легочная гипертензия. И если мы говорим о профилактике тромбоэмболических осложнений, то надо понимать, что она показана абсолютно всем пациентам с онкологическим заболеванием. Она проводится путем сопоставления факторов риска с проводивым медицинским вмешательством. Обязательно учитывать риск кровотечений. И для того, чтобы определить, кому необходимо проводить профилактику, а кому нет, используются специальные шкалы и таблицы. И, соответственно, степенью риска определяется подход и характер профилактических мер. И, как я уже сказал, для оценки риска используются специализированные шкалы. Если мы говорим о противопухолевом лекарственном лечении, то целесообразно амбулаторно используют шкалу Харана, а если пациент находится в стационаре, то целесообразно используют шкалу ПАДУА. И основные принципы профилактики венозных тромбоэмболических осложнений при проведении противопухолевой терапии – это то, что рутинное профилактическое использование антикоагулянтов не показано. Факторы риска необходимо оценивать индивидуально. И, как я уже сказал, если пациент находится в стационаре шкала ПАДУА, амбулаторная шкала Харана. Все знают шкалу Харана. Я думаю, нет смысла ее повторять. Шкала ПАДУА. Все эти шкалы есть в виде онлайн различных калькуляторов. Их можно использовать в постоянной клинической практике. И если определяется 2 и больше балла по шкале Харана или более 4 балла по шкале ПАДУА, таким пациентам необходима лекарственная профилактика венозных тромбоэмболических осложнений. И наиболее удобно в рутинной клинической практике использование пероральных антикоагулянтов, ревороксабан, апексабан в профилактических дозах. Также возможна профилактика у госпитализированных пациентов с использованием гепаринов, фондопаринукса. И теперь перейдем, собственно говоря, к осложнениям, к венозным тромбозам. Необходимо знать основные клинические проявления тромбоза глубоких вен. Если это нижняя конечность, то здесь принципиально появление отека, конечностей, цианоз, боли. Если это тромбоз в системе верхней половины, то это отек верхней конечности, отек шеи, лица, цианоз кожных покровов. Опять же появляется боль в верхней конечности. И очень удобно в клинической практике использовать так называемый индекс Велса. Вот это очень хороший индекс, который помогает в скрининге венозных тромбоэмболических осложнений в системе нижней полы вены. И очень важен вопрос по дедимеру. Этот вопрос постоянно звучит. И здесь следует понимать, что дедимер, он не может использоваться для скрининга тромбоза глубоких вен. Этот показатель, он больше подходит для исключения тромбоза глубоких вен. Если у пациента низкий нормальный уровень дедимера, то вероятность тромбоза очень низкая. Это основное значение этого параметра. И основным методом инструментальной диагностики тромбоза глубоких вен является УЗИ. Какие виды тромбов есть? Наиболее опасным является флотирующий тромб. Именно из-за него происходит ТЭЛа. Клиническая диагностика ТЭЛы также важна. То есть необходимо знать, что если у пациента появляется одышка, боль в груди, тахикардия, гипоксия, какие-то нарушения сознания, то надо заподозрить тромбоэмболию легочной артерии. И тромбоэмболия легочной артерии клинические проявления зависят от массивности поражения. И у некоторых пациентов мы часто видим, что тромбоэмболия является случайной находкой. Находка при компьютерной томографии может совсем протекать бессимптомно. И когда у пациента есть признаки клинические тромбоза тромбоэмболии легочной артерии, для первичной оценки вероятности развития используют различные индексы. Наиболее распространены это индекс Женевы, индекс Велса, когда определенные клинические признаки позволяют выявить тромбоэмболию легочной артерии. Также все знают, что основным методом диагностики ТЭЛа является компьютерная томография с контрастированием. Также можно использовать и другие исследования. Какие основные режимы антикоагулянтной терапии используются для лечения в ТЭЛ? Здесь возможно применение гепаринов и фондопаринукса, антагонисты витамина К, и прямые пероральные антикоагулянты. Они в последнее время очень широко вошли в нашу рутинную практику. И если мы будем говорить о лечении тромбоза глубоких вен, то здесь принципиально назначение лечебных доз антикоагулянтов, эластичная компрессия и остальные методы тромболизии, стромбоктомии или имплантации кавофильтров могут использоваться по показаниям. Очень важный момент. Если вы заподозрили ТЭЛа, то вы должны начать лечение тромбоэмболии до постановки диагноза. Это очень принципиальный момент. Не всегда это происходит. И необходимо пациента стратифицировать по группам риска. То есть пациенты существует так называемая шкала ПЕСИ, которая позволяет выявить пациентов с высоким риском, когда увеличен риск смерти в ближайшие 30 дней. И от этого зависит выбор тактики лечения. То есть если у пациента отсутствуют факторы высокого риска, то у такого пациента возможно лечение антикоагулянтами в амбулаторных условиях. Если пациент высокого риска, то тут безусловно требуется госпитализация, антикоагулянтная терапия. И по показаниям могут использоваться реперфузионные методы лечения. Спасибо.